Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас четвёртое занятие по курсу английского языка. И начнём мы наше с вами занятие с того, что познакомимся с тем, как можно говорить о ком-либо или о чём-либо, непосредственно указывая на человека или на какой-то предмет. То есть это поможет нам с вами лучше ориентироваться в окружающем мире, и, соответственно, мы можем не указывать, не показывать непосредственно на кого-то или на что-то, а употреблять соответствующие грамматические обороты. Вот в том самом оглавлении, с которого мы начинаем наш урок, и представлена та самая форма, которую мы сегодня с вами будем тренировать. Она и была вынесена в титул сегодняшнего четвёртого занятия. This is Pete. Такие фрагменты, фразовые фрагменты, нам с вами нужно будет сегодня освоить. Итак, давайте с вами посмотрим на слайд. Вот на нём, в такой сводной форме, представлены те фразы, которые выступают в качестве моделей, в качестве образцов. Вот по этим моделям, по этим образцам практически можно выстроить бесконечное количество фраз. Итак, что же это за фразовые структуры? This is Pete. Повествовательное высказывание. Is this Pete? Вопрос. Yes, it is. Краткий ответ. Это первая модель. Вторая модель. That is Boris. Is that Pete? No, it isn't. That is Boris. Это вторая модель. Третья модель. Is this Boris? Repeat. It's Pete. И последняя модель, от которой мы будем отталкиваться в ходе нашего сегодняшнего урока. Are you 15? Yes, I am. Итак, мы начнем с того, что познакомимся с тем, что представляют собой указательные местоимения. Вот с помощью каких слов можно указывать на того или иного человека или на тот или иной предмет, в зависимости от того, насколько далеко он находится от вас. Итак, это указательные местоимения this и that, которые могут употребляться и в повествовательном предложении, и в вопросительном предложении. И у нас появляется возможность делать выбор и спрашивать о том, вот эта третья модель, спрашивать о том, с кем мы имеем дело, с Борисом или с Петей. Вот эти модели мы с вами в ходе очередного урока и освоим. Это итоговая цель нашего с вами сегодняшнего занятия. Освоить вот эти фразы, при помощи которых, напомню, мы можем ориентироваться в окружающей действительности и как бы распределять людей, предметы, находящиеся вокруг нас по степени удаленности. То есть, ближе находящиеся к нам и дальше от нас. Ну, а начнем мы наше сегодняшнее занятие, как всегда, с небольшого повторения, с работы над звуковым составом современного английского языка. Мы начнем с тренировки. Эта тренировка включает и тот материал, который мы с вами уже проработали на предыдущих уроках, и фрагментарно включает и новый материал. Итак, задание очень простое для начала нашего занятия. Нужно будет вначале послушать, а затем повторить. Итак, послушайте вначале данную серию слов, словосочетаний и предложений. Продолжение следует... brother, mother, another, father, with, this, that, this is, that is. This is Pete, that is Mike. Is this, is that, is this Pete, is that Mike, is this Pete or Mike, this is Pete. А теперь прочитайте эти слова, словосочетания и предложения обязательно громко и обязательно вслух. Father, mother, another, father. Father, this, that, this is, that is. This is, this is Pete, that is Mike. Is this, is that, is that Pete, is that Mike? Is this Pete or Mike? Is this Pete? Следующая серия. Напомню, как мы с вами работаем. Вначале вы прослушаете всю серию слов, словосочетаний и фраз, а потом вы прослушаете и повторите эти отдельные слова, словосочетания и целые фразы. Итак, послушайте. Итак, послушайте. Ann, that, that, that is, that is, that is Ann. Is that Pete? No, it isn't. That is Mike. Ann. А теперь послушайте и повторите. Ann, that, that is, that is Ann. Is that Pete? Ann. 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 По тому же самому принципу мы продолжаем работать. Вначале послушайте всю серию целиком, а затем мы с вами повторим по отдельности слова, словосочетания и фразы из этой серии. Итак, послушайте. А теперь послушайте. Повторите. 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 Обратите внимание, на слайде выделены буквы, буквосочетания, которые отображают на письме этот звук в таких словах, как this, that и will. Послушайте и повторите, прочитайте эти слова за мной. This, that, will. Следующая серия слов, там, где на письме отображается звук О. Ну, с первыми двумя словами понятно, это имена собственные, конечно же, не английские, они будут считаться заимствованными в английский язык из русского языка. Ну, а слово not, отрицание, это фрагмент словаря современного английского языка. Итак, давайте с вами вслух, громко, прочитаем эти слова. Boris, Oleg. И вот то слово, на которое, конечно же, в первую очередь на английское слово нужно обратить внимание. Not. Звук Э. Вот таким образом, как показано на слайде, обозначается на письме в словах. And that. Давайте прочитаем с вами эти слова. And. That. Звук И. Посмотрите, пожалуйста, на эту серию слов. Послушайте, как они читаются. This. Sister. Six. Теперь послушайте еще раз и прочитайте за мной. This. Sister. Six. Давайте с вами сделаем еще одно упражнение перед тем, как обратиться к тексту. Сначала послушайте, а потом мы с вами эту серию слов прочитаем вместе. Так, послушайте. Итак, послушайте. Sister. Five. Name. His. She. Kate. Street. My. Is. Pete. In. Послушайте еще раз и прочитайте вместе со мной. И. Sister. Five. Name. His. Is. She. Kate. Street. Mike. Is. Пит. Ин. А теперь все вот эти предварительно обработанные нами слова, словосочетания и целые фразы позволят нам с вами обратиться к чтению текста. Следующее задание. Прочитайте текст. Вначале, как всегда, вы послушаете этот текст целиком, или его фрагмент, его абзац, а затем мы с вами вместе последовательно прочитаем этот текст фразу за фразой. Итак, что же это за текст? Послушайте еще раз и прочитайте по предложению. Петель. Это петель. Петель. Прочитаете. Это петель. Ровт. Точно так же мы поработаем с вами и над следующим абзацем текста. Послушайте и повторите. This is Anne. That is Mike. Mike is her brother. Anne is his sister. Следующий фрагмент текста. Is this Pete? Yes, it is. Is that Mike? No, it isn't. Is this Mike or Pete? No, it isn't. Послушайте еще раз и повторите текст по предложению. Is this Pete? Yes, it is. Is this Mike or Pete? Talia? This is Mike. Is this Anne? Yes, it is. Is that Nina? No, it isn't. Yes, it is. Is this Anne? Yes, it is. No, it isn't. И последний фрагмент текста. Is that Anne or Nina? That is Anne. Послушайте и повторите эти две последние фразы текста. Is that Anne or Nina? That is Anne. Итак, мы с вами завершили работу с текстом. Если у вас будет такая возможность, то было бы неплохо до нашего следующего с вами занятия еще раз повторить чтение этого текста и разобраться попутно в том, хотя, в общем-то, все эти фразы мы с вами уже неоднократно прорабатывали, разобраться в том, насколько правильно вы понимаете содержание той или иной фразы. То есть надо будет понять, отдельные фразы имеют то или иное значение и какое значение все эти фразы приобретают в совокупности, вот в виде данного целостного текста. То есть речь идет не о том, чтобы сделать дословный перевод, а в том, чтобы попытаться разобраться вот в том смысле, который несет данный текст. Ну, естественно, если вы что-то подзабыли, то нужно будет воспользоваться словарем, тем более, что алфавит мы с вами уже прошли, и в той или иной степени я надеюсь, что словарем вы воспользоваться сможете для того, чтобы найти то или иное слово, если вы вдруг подзабыли, что то или иное слово означает. А мы с вами давайте теперь попробуем, как и на прошлом уроке, разыграть несколько виртуальных диалогов. Тем более, что, наверное, мы это успешно сможем сделать. Давайте потренируем то, с чем мы уже с вами сталкивались на прошлом уроке. Давайте попробуем разыграть такой небольшой виртуальный диалог. Один из участников этого диалога буду я, ну, а вторыми участниками будете вы, уважаемые телезрители. Итак, нужно усомниться в правильности тех утверждений, которые я произнесу. Вот по определенному образцу, например, я скажу «this is his sister». Усомнитесь в этом и переспросите, действительно ли это его сестра, потому что я именно утверждаю, что это его сестра. «This is his sister». Итак, ваша задача в этом виртуальном диалоге усомниться в правильности моего мнения и переспросить «this is his sister». Давайте попробуем. Я говорю «this is Pete». Я говорю «that is Nina». Я говорю «this is Anne». Я говорю «that is Mike». «her name is Kate». Я говорю «he's his sister». Я говорю «his name is Pete». Продолжаем. Я говорю, he is her brother. Я говорю, this is his father. Я говорю, that is her mother. Следующее упражнение, которое я хочу предложить вам выполнить теперь самостоятельно. Задание. Закончите следующее предложение. А вот и образец. Is this Mike or? Закончите вот по этому образцу. Is this Mike or Pete? Попробуйте самостоятельно выполнить несколько фраз. Попробуйте самостоятельно выполнить несколько фраз. Is this Nina or? Is that Oleg or? Is her name N or? Or is his name Mike or is it Boris or? Are you Pete or? Or is he 15 or? Or are you 16 or? И вот мы с вами подошли к возможности, основываясь на всех тех фразах, которые мы тренировали, учитывая текст, который мы с вами также проработали. Попробуйте теперь обобщить, вспомнить все, что мы с вами уже выучили. И скажите, расскажите по-английски все, что вы можете о своем товарище по парте. Это упражнение на самом деле вы можете оставить для себя в качестве домашнего задания. Точно так же, как и следующее упражнение. Вы можете попытаться его выполнить прямо сейчас, либо выполнить его в качестве домашнего задания. Итак, упражнение, или вернее задания, ситуация. Попробуйте представить классу кого-либо из своих товарищей или подруг, полагая, что они, то есть ваши друзья по классу, его, вашего товарища, либо вашу подругу ее не знают. То есть вам нужно рассказать у них максимально все, что вы знаете о своем друге или своей подруге. Итак, еще раз поясняю. Либо вы можете попробовать выполнить это задание в ходе прямо нашего телевизионного урока, либо оставить, отложить это в качестве домашнего задания. А пока что я хочу предложить вашему вниманию еще одно упражнение. Теперь мы с вами потренируем вот те возможности отрицательных высказываний. То есть та ситуация, когда нужно опровергнуть мое высказывание. Вот опять я приглашаю вас к некоему виртуальному диалогу. По следующей модели мы с вами должны будем поговорить. Я утверждаю, Pete is his brother. А вы должны опровергнуть, возразить, опровергнуть меня, возразить мне и сказать, Pete is not his brother. Давайте попробуем. Я говорю Her name is Kate. Я говорю He is my brother. She is her mother. Я говорю He is his father. His name is Mike. Продолжим упражнение. Я говорю She is my sister. Я говорю This is Pete. Я говорю Я говорю That is his mother. Я говорю That is his mother. А теперь давайте попробуем Это вы уже сделаете самостоятельно выполнить следующее упражнение. Нужно перефразировать высказывание. То есть нужно сказать предложение, но использовать при этом другую структуру. Вот о чем идет речь. На самом деле все очень просто. Вот по этой модели нужно попробовать перефразировать высказывание. Как мы можем переделать высказывание? Например, his name is Pete. Как мы можем переделать, перефразировать это высказывание? То есть передать ту же самую мысль, ту же самую идею, но при помощи другой фразы. Вот, оказывается, два способа есть. Их мы и с вами потренируем. Итак, первый способ сказать This is Pete. Второй способ сказать This is Pete. Итак, попробуйте самостоятельно перефразировать высказывание. Her name is Nina. His name is Mike. Her name is Kate. His name is Oleg. Her name is Zina. И итоговое упражнение, которое вы также можете попробовать выполнить прямо сейчас по ходу нашего телевизионного урока или ставить это упражнение в качестве домашнего задания, подумать, воспользоваться словарем, может быть, набросать что-то в качестве конспекта в тетрадке и представить классу своего брата или сестру, или же друга или подругу, полагая, что никто в классе о них ничего не знает. Вот такое итоговое упражнение я хочу предложить вам для выполнения в связи со всем тем, что было проработано в ходе нашего сегодняшнего с вами занятия. И в заключении, это, как всегда, уже традиционный фрагмент нашего телевизионного урока, мы должны будем представить те новые слова и словосочетания, которые были активно введены в употребление в ходе нашего занятия. Итак, последний фрагмент нашего с вами занятия – это новые слова. Вы можете просто зафиксировать в памяти вот те основные слова, которые нужны нам с вами были в ходе сегодняшнего урока и, безусловно, которые мы с вами будем активно употреблять и в последующих занятиях. Если вы сможете, то спешите в тетрадку эти новые слова, или же постарайтесь каким-то образом зафиксировать эти слова, тем более, что они уже встречались нам с вами в ходе этого нового урока. Вы их можете просто подчеркнуть, как-то обвести, выделить галочками в своей тетрадке. Все это нужно для того, чтобы помнить вот эти слова. Глава нужно еще раз к следующему уроку повторить, выучить, освежить в памяти, потому что это тот активный словарный запас, которым мы будем активно с вами пользоваться. Итак, что же это за новые слова? Конечно, глагол to be в форме are – это глагол связка, глагола быть для первого лица множественного числа. Or – или мы продолжаем с вами накапливать запас числительных. Итак, six – шесть, и порядковое числительное – sixth – шестой. И, безусловно, основные фрагменты словаря этого урока. That и this. Итак, that переводится на русский как тот, та, то, и указывает на лицо или понятие, отдаленное от говорящего по месту или времени. Есть и множественная форма этого местоимения. Вот обратите внимание, она дана в скобочках. Those. Вот так звучит множественное число. Вот местоимение that. Итак, that – those. И второе местоимение – this. этот, это, это. Указывает на лицо или понятие, близкое говорящему по месту или времени. Форма множественного числа – these. Итак, еще раз напомню, что желательно было бы выполнить в качестве домашнего задания к следующему уроку. Нужно будет составить небольшие рассказики и основательно выучить новые слова и словосочетания. Ну, без этого, без активного освоения новых слов и словосочетаний вы, конечно, не справитесь и с основным заданием. То есть вы не сможете составить вот те самые рассказы о своем брате, сестре, о друге или подруге. Я желаю вам успеха в домашних занятиях по английскому языку. И надеюсь встретиться с вами на следующем телевизионном уроке. А пока что всего доброго. До свидания.